Мы зайдём на высотки Мы зайдём на высотки Божьи, мы разрушим ада, правда Как много лет он лгал всему народу На веки мы разрушим ада, правда Всё, что он взял у нас, всё было нашим На веки мы разрушим ада, правда Мы зайдём на высотки Мы зайдём на высотки Мы зайдём на высотки Божьи, мы разрушим ада, правда Мы зайдём на высоты Мы зайдём на высоты Божьи, мы разрушим ада, правда Так много лет он лгал всему народу На веки мы разрушим ада, правда Всё, что он взял у нас, всё было нашим На веки мы разрушим ада, правда Мы зайдём на высотки Мы зайдём на высоты Мы зайдём на высоты Божьи, мы разрушим ада, правда Мы зайдём на высоты Мы зайдём на высоты Божьи, мы разрушим ада, правда Мы зайдём на высоты Иисус сказал Дана мне вся власть На небе и на земле И поэтому идите и научите все народы Мы можем идти влиять на народы Учить их, приводить ко Христу Только с осознанием и реальной верою Что вся власть у Иисуса Церковь Не 95%, не 99%, не 9% Вся, скажи Вся, вся, вся власть дана Иисусу И поэтому мы поднимаемся в духе Мы зайдём на высоты Мы зайдём на высоты Мы разрушим ада, правда Мы зайдём на высоты Мы зайдём на высоты Мы зайдём на высоты Мы зайдём на высоты Божьи, мы разрушим ада, правда Мы разрушим ада, правда Мы разрушим ада врата На веки мы разрушим ада врата Не своей силою, но его силою Духом моим, говорит Господь И мы сегодня взываем Господу Мы возвышаем наши голоса Наше ходатайство Господу за эту землю, за этот народ Мы молимся и взываем и говорим Агнец Божий, проливший кровь свою святую За весь мир И сцени эту землю Спаси Латвию, Господь Приди и поднимись, как царь царей День пробужденья Лето искупенья Радам свободу, слепым праздренье Он исцеляет бодрые сердца Мы видим силу и славу Отца Поля созрели, шатфы все готовы Мы возвестим живое слово Свет пробужденья Прежде царя Моя земля ожидает дождя Ответ Божий, спаситель, мессия Ответ Божий, дай Латвии мира Ответ Божий, спаси нашу землю Знаю, слышишь, я знаю, ты мне Зайди над нами, как солнце Правды, ты исцеление Для рожденных дважды Твоя любовь, любовь без конца Перед тобою открыты сердца Ты царь царей, владыка всей вселенной Перед тобою вспомни все колени Твое спасение на узле плот Ты наш спаситель, ты наш господ Ответ Божий, спаситель, мессия Ответ Божий, дай Латвии мира Ответ Божий, спаси нашу землю Знаю, слышишь, я знаю, ты мне Ответ Божий, спаситель, мессия Ответ Божий, дай Латвии мира Ответ Божий, спаси нашу землю Знаю, знаю, вспышишь, я знаю, ты мне Я знаю, ты мне Ответ Божий, спаситель, мессия Ты правил свою кровь Ответ Божий, мы славим Тебя Что твоя могущественная кровь Облевает славу Облевает народ Твоя кровь На перекладинах и косяках нашего дома, Латвия Мы отрапляем кровью Акса, церковь Давайте провозносим, давайте в духе По нашим отрапим кровью Акса Перекладины и косяки наших домов Нашего большого дома под названием Латвия Бег, проклятие не сможет работать И замыслы врага не осуществятся В жизни нашей В жизни нашего народа Бег, сокращение Потому что Бог слышит О, Господь О, Артель Божий Я знаю, ты мне Не, 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 я знаю, ты мне Агнес Божий, Спаситель, Мессия Агнес Божий, дай Латвии мира Агнес Божий, спаси нашу землю Знаю, слышишь, я знаю, ты мне беж Агнес Божий, Спаситель, Мессия Агнес Божий, дай Латвии мира Агнес Божий, спаси нашу землю Знаю, слышишь, я знаю, ты мне беж Агнес Божий, спаситель, Мессия Агнес Божий, дай Латвии мира Агнес Божий, спаси нашу землю Агнес Божий, спаси нашу землю Знаю, слышишь, я знаю, ты мне беж Агнес Божий Агнес Божий, спасения Агнес Божий, спаси нашу землю Агнес Божий Агнес Божий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы готовы служить и молиться вместе с вами Amen, let's just lift our hands and worship the Lord As we prepare to pray for Israel God loves Israel and whatever God loves we are to love also Many things happening in the world today revolve around what is happening in Israel So as we pray for them God moves for us But let us worship the Lord There's great expectation in this house today In a few moments Miracles are going to take place Lives are going to be transformed Sinners will become saints Sick will become healed As we gather together And to worship And to pray God is speaking out of heaven Things are happening right now We cannot see with our natural eyes But they're happening But in a moment What is happening where we cannot see it Is going to be made manifest right here And we will see it With our natural eyes Your prayers Already have an answer And the answer is already on the way So let's just worship him And thank him It's an honor and a privilege To stand together with you And pray for Latvia And believe for revival And believe for an outpouring of the Holy Spirit As we gather together In English In Latvian In Russian And in heavenly language God is moving right now Just open your voices And begin to worship him We magnify you mighty God We exalt you Jesus Lord Have your way Holy Spirit Move today In this house In our lives Throughout Latvia In Israel Throughout the world In America Move Holy Spirit Have your way Have your way Have your way We love you Jesus We love you Jesus Hallelujah You may be seated For just a moment As we pray for Israel Some would say Why should we pray for Israel If for no other reason If for no other reason Through them Through them We have received one universal word That is the same in every language It's the one word That I've understood Throughout this whole service Hallelujah 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 Can you say hallelujah Now you know how to speak English Now you know how to speak English Amen But here's just a few reasons That we will pray for Israel Is that God loves Israel If God loves Israel We should love Israel And we need to love Israel In Jeremiah 31 God says I love Israel With an everlasting love We should love what he loves And hate what he hates Another reason That we pray for Israel Is that the word of God Tells us In the book of Genesis That whoever blesses you I will bless them And whoever curses you I will curse them I want God's blessing We want God's blessing So when we bless Israel God's promise to us That he will bless us And when God blesses something You don't have to ask him To bless it The blessing is automatically Upon it So when we bless Israel When we pray for Israel God promises that he will bless us God promises that he will bless us And in Genesis The word blessing Entails reproduction It encourages and brings restoration And multiplication And dominion It is literally Thy kingdom come Thy will Right here On earth In Latvia Just like it is in heaven God's will in heaven Is to bless Latvia So when you pray bless Israel God releases his blessing on you And you can get ready To multiply To grow To flourish To prosper To be blessed To not live in lack But to live in abundance And then the word of God tells us In the Psalms 122 That we are to pray For the peace of Israel The peace of Jerusalem The word of God tells us That you reap What you sow So if you pray blessing on Israel You will receive blessing back to you If you pray peace over Jerusalem God's peace will overwhelm you The Hebrew word is shalom It speaks of prosperity Of healing Of deliverance Of peace Of joy That's the kingdom of God So when you pray peace over Jerusalem God says I'm going to pour back to you Prosperity Peace Joy Righteousness Authority Dominion Power That the enemy will not have power over you But you have power over the enemy Can I hear an amen How do you say amen in Russian Amin 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 So stand your feet again We're going to pray That God bless Israel Their leaders Those that have the authority To pass laws and legislation From the top to the bottom That God's peace will rule over Jerusalem Because God loves Israel And then think about it How one little nation Can stave off Hold off All these other nations Not just one at a time But all at once Isn't that a picture Of what's happening today A small country called Latvia With God on their side With God on their side That you have the authority And the power To stave off all enemies That would try to overrun Latvia Today Latvia You're not defeated You are victorious You are victorious You are victorious We're not a defeated church We're a victorious church All power In heaven And on earth Belongs to us Because Jesus Yeshua Is the head of the church Amen Amen So when we pray for Israel You need to ask the Holy Spirit How do I pray for Israel How do I pray for Israel We need his help Because he knows What we do not know He sees what we do not see So when you pray for Israel You know to pray blessing You know to pray his love You know to pray his compassion You know to pray his peace Above and beyond that We need the Holy Spirit To show us how to pray But whatever you sow Whatever you pray over them It's going to come back to you Because God blesses those That blesses Israel So let's lift our hands And let's begin to pray For Israel right now Allow the Holy Spirit To lead you On how to pray right now Lord we pray your peace Over Israel right now Over their leaders Over their government officials Give them wisdom Give them understanding How to lead their country How to lead their people We bless Israel So bless Latvia We bless Israel So with the same blessings That you pour out on Israel Pour out on us Right here right now Peace Abundance Prosperity Healing Deliverance Joy Your kingdom Thank you God That it's not your will That any should perish But that all Would come to repentance And to a saving knowledge Of Jesus Christ Let Israel Recognize The one and only True Messiah And his name is Jesus 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 Now let's celebrate Over Israel right now Come on Put your hands together Put up a shout of praise Let's celebrate The King of Israel The King of the world His name is Jesus Hallelujah Turn to the one next to you Turn to the one next to you And say I bless you I bless you Just like God blesses Israel I bless you 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 Святой, святой, святой. 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 Святой, 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 святой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свято, Свято Свято, Свято, Свято Свято, Свято Свято, Свято Свято, Свято, Свято Свято, Свято, Свято Свято, 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 Свято Мы старны Тебе за это, святой великий Бог, святой свареной Деус, халлелуйя, 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 дорогие братья и сестры, мы будем молиться сейчас за те многочисленные записки и нужды, которые мы писали на протяжении двух последних месяцев. А также последние четыре месяца нам присылали эти нужды, записки, чей-то крика помощи, просьбу, чтобы Бог исцелил по интернету, и мы собрали это здесь сегодня в этом месте, собрали большой жертвенник для того, чтобы Бог, прикоснувшись своей силой, как написано в Писании, разрушил дела дьявола, у тебя еще есть время для того, чтобы ты написал, у тебя сегодня есть уникальная возможность прикоснуться к силе Бога. Можете на минуту присесть? Оставайтесь, пожалуйста, в этом молитвенном состоянии. Небеса так низко над этим местом, но прежде чем мы будем молиться, и Бог будет творить чудеса. Я бы хотел, чтобы мы исполнили, самое главное поручение, которое Бог оставил на этой земле своим ученикам, оставил свои церкви, я знаю, что здесь есть люди, которые пришли в первый раз, люди, которым необходимо прикоснуться к Божьей любви. Здесь есть люди, которые еще не знают Иисуса, лично как своего спасителя. Библия говорит нам, великое благочестие тайно, Бог явившийся на эту землю во плоти. И, может быть, ты до конца не понимаешь, находясь на этом месте, зачем тебе обращаться к Иисусу? Неужели Он не видит сам? Бог все видит. И Он на Голговском кресте совершил все для того, чтобы ты жил счастливо. Это похоже на то, как если бы у одного человека вдруг упал в яму, он подошел к краю этой ямы и посмотрел. Слишком глубоко. Нет никакой возможности подать руку. Нет никакой возможности кинуть туда веревку. Есть только единственная возможность. Спуститься в эту яму и подставить свои плечи для того, чтобы вытащить своего друга. Точно так же сделал Иисус. Он спустился со своих святых небес, чтобы поднять нас с этой проклятой земли. Он спустился в эту яму и подставил свои плечи. Но Он остался там. Библия говорит нам, что Он на Голговском кресте был распит за наши болезни. Мучим за наши беззакония и заплатил эту дорогую цену для того, чтобы ты не оставался в яме, для того, чтобы ты не остался в проблемах, для того, чтобы ты не оставался в болезнях, для того, чтобы вы измучены их выпустить на свободу. Но дорогие друзья, те люди, кому сегодня нужна эта молитва, Бог ждет, когда мы сделаем шаг к нему навстречу. Бог не будет врываться в нашу жизнь. Бог не будет навязывать нам свою волю. Он совершил все необходимое и ожидает нас, чтобы мы сделали шаг ему навстречу. В 19 веке в Англии жил один выдающийся художник. Его звали Холманд Хан. И, может быть, ты видел на религиозных плакатах или календарях картину, которую он написал, стоящий с фонарем возле двери Иисуса. И, как написано в Откровениях, все стою у дверей и стучу. И, кто откроет мне, к тому войду и буду вечерять с ним. Но религиозные деятели того времени они осудили этого художника, сказав ему, ты неправильную картину нарисовал. Со стороны, к которой подошел Иисус, нет ручки. Как он зайдет в этот дом? Как он зайдет в эту комнату? Ведь он же не может открыть. И тогда он им пояснил. Послушайте, он стучит. Он сегодня весь день в этой молитве, в этой атмосфере стучался в твое сердце. Я знаю, что может быть, к тебе подходили на улице. Может, тебе светлестовали соседи. Он стучит. Тихонько. Желая войти в твою жизнь и вечерять вместе с тобой. Благословить тебя. Исцелить тебя. Он не будет врываться. И этот художник пояснил, я написал эту картину по откровению, полученному с неба. Поэтому я хочу сейчас призвать людей, кому нужна эта молитва. Если вы здесь, пожалуйста, поднимите руку. Если вам сегодня нужна встреча с Иисусом, вам сегодня нужно прикосновение Божьей любви. Может быть, ты был когда-то в церкви. Долгое время ты отступил от Бога. Ты потерял эту благодать. Этот призыв сегодня к тебе. Если ты поднимал руку, я видел, что здесь были подняты руки. Я прошу, пожалуйста, открой эту дверь. Сделай шаг навстречу. Выйди сюда для совместной молитвы, чтобы Бог простил твои грехи. Я видел, вот здесь были руки. Пожалуйста, кто поднимал? Приходите сюда под наши аплодисменты. Вот здесь. Вставайте вот здесь. Еще. Бог не врывается, но стучится. Но если ты оглянешься вокруг, ты увидишь аплодирующих людей. И подумаешь, почему же они такие радостные. Однажды они открыли эту дверь. Однажды они открыли свое сердце. Они открыли свою жизнь. Я однажды много лет назад точно так же вышел для того, чтобы отдать свою жизнь Иисусу. И я не пожалел ни одной минуты. Пожалуйста, я вижу, идут люди. Я знаю, вон там поднимали руки. Если кто-то, может быть, стесняется, это твой шанс. Это твоя возможность, чтобы Божья любовь, ворвавшись в твою жизнь, изменила ее. Приходите. Приходите. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогие. Вы, дорогие, прежде всего, для Бога. Самая главная миссия, которую Иисус совершил, придя на эту землю, Он искупил человечество от грехов. И поэтому за вас заплачена дорогая цена. Я лишь помогу вам здесь, сейчас, на этом месте, найти правильные слова, чтобы обратиться к Богу. Может быть, необычно выглядит церковь. Может быть, необычно выглядит проповедник. Но Бог остался прежним, способный спасать, исцелять, благословлять. Он любит вас. Поэтому вы будете обращаться не ко мне, не к тем, кто выходил на эту сцену. Вы будете обращаться к Богу. И вам нужно веровать своим сердцем, что Бог есть. И своими устами исповедовать Его. Я прошу вас сейчас, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Пожалуйста, закройте глаза, чтобы вас ничего не отвлекало. Только вы и Бог. Только вы и Святые Небеса. Отец Небесный, пожалуйста, вся церковь, давайте будем повторять. Отец Небесный, я прихожу к тебе в этой молитве. Прошу тебя, лудзу тебя, прости мои грехи, прости мои беззакония, с этого момента, я признаю себя грешным человеком, но тебя святым Богом. Я признаю тебя своим искупителем и спасителем. И я прошу тебя, прими меня в свою семью, таким, какое есть во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы поздравляем вас, дорогие уже братья и сестры. Я попрошу пасторов и служителей, давайте мы молитвой благословения помолимся за этих людей. Пожалуйста, все, кто здесь, на первом ряду, подойдите каждый к человеку, благословите. С этого момента рядом с вами Божьи ангелы. С этого момента Божья защита над вашей жизнью. С этого момента Бог будет слышать ваши молитвы и вы можете обращаться к Нему, как к Небесному Отцу. Пожалуйста, дорогая Церковь, давайте мы будем молиться за этих драгоценных людей. Отец Небесный благословляемых благословения Божьи, которые обогащают и печали с собой не приносят. Благодать на благодать в их жизнь защита Божья. Пусть с этого момента их жизнь начнется с нового листа, все новое, как ты обещал. Пусть проклятия будут разрушены, планы дьявола будут сокрушены. Ангелы Божьи, Божья любовь, Божья милость, Божья защита, мы благословляем каждого из них. Пусть они найдут себя в Царстве Божьем, найдут себя в Церкви, и то, что они приобрели сегодня, они не потеряют. Во имя Иисуса Христа мы благословляем их. Аминь! Аллилуйя! Пожалуйста, посмотрите сейчас на меня, дорогие мои, не уходите, не уходите. Очень важно, не уходите, не уходите, посмотрите на меня. Послушайте, очень важно знать, что делать дальше, потому что то, что вы приобрели сегодня, это нужно сохранить. И я прошу вас, чтобы на короткое время вы прошли за нашим служителем Церкви. И она покажет вам и расскажет, что делать дальше, даст координаты Церквей, кто бы мог за вас молиться, вас благословлять, и вы будете счастливыми людьми, потому что это для вас сделал Иисус. Под наши аплодисменты, пожалуйста, Аллилуйя! Пройдите вот за священнослужителем Церкви, все пройдите, кто привел этих драгоценных людей, выйдите вместе с ними, пройдите вместе с ними. А сейчас, дорогая Церковь, мы будем молиться, пожалуйста, служители, группа порядка, принесите эти нужды сюда, принесите этот джетственник сюда. Представьте, дорогие братья и сестры, мы собирали эти нужды, собирали эти записки, со всех городов Латвии, но вы сам Латвии спил сайтам. Вы знаете, это хорошая практика, хорошая традиция. Это Божий жертвенник, на который сегодня сойдет Божий огонь. Да, спасибо. Но прежде чем мы будем молиться за них, у нас есть еще одно очень важное священное действие. Дайте аплодисменты Господу. Додод аплодисменты Кунгам. АПЛОДИСМЕНТЫ Как благ наш на Господе. Как низко сегодня Господь наклоняет свои небеса. Я сегодня очень глубоко пережил Божье присутствие. Такой многогранный, богатый духовный стол. С разных сторон Господь прикасался к нам. Как Он благоволит к тому, что в Церковь Божью возвращается эта осмысленная, зрелая и глубокая молитва. Он тот, который сказал воззови ко мне и я отвечу тебе и покажу тебе великое недоступное, чего ты даже не знаешь. Я абсолютно убежден. что у нашего Отца в руках так много и правильная молитва она имеет гарантированный ответ. Потому что Он сказал, что только я знаю намерение о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам и будущность, и надежду. Он тот, который сказал ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. Почему Царство Его? Потому что на территории Его Царства нет греха. На территории Его Царства нет болезни, нет проклятия, нет смерти, нет одиночества. Это великое счастье искать Царство и однажды найти Его, зайти на Его территорию и увидеть, что грех потерял власть, что болезни ушли, что страх и одиночество прекращают свой контроль. находиться в условиях Царства Божия. Это то, что нам сегодня единственное, что нам и нужно. Прежде чем мы будем молиться за эти многочисленные нужды, я бы хотел прочитать одно место. Это место, которое говорит о Второй Царств 24-25. Второе Царств 24-25. И сауродил там Давид жертвенник Господу. Давид устаиси тур алтаратам кунгам. И принес все сажения и жертвы мирные. Упрежи ган дедзинамо супурус, ган каујамо пateицим супурус. И умилостивился Господь над страною ар земи и прекратилась пара жения Израильцам. Ноксива тика новарст израэла. И Господь принял эту жертву. И прекратилась поражение сакаве. И Бог помиловал страну. И мы молились за нашу землю. За наше правительство. Мы сегодня молились за единство церквей. И для нас сегодня очень важно милостивиѣ. Чтобы Господь умилостивился над страной. Когда Господь смилостивился в этой стране что-то происходит. Мы знаем о чем здесь шла речь. Страшное проклятие обрушилось на Израэла. За ошибки отдельных людей. Какая-то страшная эпидемия обрушилась на Израэль. Каждый день умирали. Каждый день похороны. Каждый день травы церемонии. Ангел-губитель ходил по улицам и поражал людей. И Давид, смотря на все это, он плакал. Потому что в сердце его было не только беспокойство о самом себе. Здесь сильное слово. И умилостивился Господь над страной. Мы люди локального мышления. Нам гораздо ближе бывает своя судьба, свои боли, свои судьбы, свои лиги. И когда речь идет о стране, кое-кин? Каким-то образом внутри сработает instinct самосохранение. какая-то преступная мысль приходит в сердце. Яни Шмидт читает про какие-то законы, это к нам не относится, что такое ювелинальная юстиция, я не знаю, я не хочу знать, что такое гендерная политика для нас, она непонятна, я ее знать не хочу, не говоря уже об эвтаназии. И легализация однополых браков, мы находимся в условиях законодательной, юридической европейской вакханалии, на наших глазах разрушаются моральные и нравственные основы, даже не разбираясь в этих терминах, через некоторое время мы сможем ощутить на себе, это поражение, потому что есть дьявол, который заинтересован все рушить и уничтожать. И в это время Господь ждет тех неравнодушных людей, которые являются не только за себя, не только за свою семью, не только за свою церковь. Это так понятно для нас. Я понимаю, что когда мы молились за страну, молитва стала тяжелее. И многие ждали, ну когда же это все закончится. И Бог с неба смотрел, и Он как бы кричал с неба, пусть это не закончится. Продолжайте молиться за свой город, за свою землю, потому что за страну могут молиться зрелые люди. И плакать за эту страну могут только мужи и жены Бога. И я благодарю Бога за этот опыт, что собираюсь вместе. Мы можем даже осмыслить, на каком корабле мы плывем. Какая разница на какой каюте и на каком уровне. Или это первая класса, или это вторая класса. Какая разница, это один корабль. Это один корабль, если этот корабль даст течь. И если этот корабль даст течь, то есть угроза будет над всеми пассажирами. Давид стоял и говорил, в моей стране не все в порядке. В моей стране смерть ходит по улицам. В моей стране какое-то поражение. Церкви не растут. Люди не каятся. Безумие сверху. Младенцы умирают в очереди. Дети верующих людей уходят в мир. В церковь проникает либеральная философия. Была слава, был стержень, был авторитет. Была первая партия. Были законы справедливые. Были теснега ликуми. Все это прошло. И мы проиграли. Но сегодня с неба. Зачем этот крик. Скан шесть социена. Назвайте как угодно. Социет то, как грибат. Или это патриотизм. Это ревность за свою землю. Духовная ли зрелость. Прикоснулся к этим развалинам. И Саня говорит, он сел. И он плакал. И он плакал. Слезы текли. Асерас плода. Господь ценит такими людьми. И верой у таких людей. И с развалин. И с совершенных руин. И с патриотизм. И восстанавливается город. Бог оснастит. Бог обеспечит. Бог даст команду. Бог даст мудрость. И абсолютно обеспечит. Все, что когда-либо здесь стояло. Действовало. Функционировало. И прославляло Бога. И погодинало Диеву. А на воскресенье. И даже если Диевол. Патриотизм. Разрушил Скинию Деви. Изардия Давида Телти. Господь берет реванш. И говорит. У сакат. Пенагс лаиг. Чтущие своего Господа. Я их найду. Я их соберу. И даже если Илья. Пророк никого не видит. Но семь тысяч. Где-то есть. Которых соберет Господь. Объединит в одну команду. Команда Божьих реваншистов. И они восстановят. Все, что когда-то было здесь. И Царство Божие. Придет в силе. Иисус кому-то однажды сказал. Вы не умрете. Вы не умрете. Пока не увидите. Команда Божьего. Девоволсты. Пришедшего в силе. Наш Бог. Великий Бог. Он ищет неравнодушных людей. И даже когда Илья был в пустыре. Он обратился к нему. И сказал. Илья. Что ты здесь делаешь? Что ты там делаешь? И он отвечает. Возревновал я. Господи моем. Твои жертвенники разрушили. Твоих пророков убили. Да вы провешили ногу ленаться. Я с этим не согласен. Я с нас умер арту. И Бог сказал. И Дев стоит. Я избираюсь. И ты вернешься. И ты все это исправишь. И ты все это исправишь. И сегодня Бог многим из нас задает такой же вопрос. Что ты здесь? Илья. И я ревную от Господа. Что ты здесь, Анна? Она бы сказала. Я протестую против бесплодия. Я хочу видеть полноценную жизнь. Что ты здесь, Нееме? Я здесь. Потому что я протестую. Против этих развалин. И руин. И сегодня Бог к нам обращается. Что ты здесь? И пусть придет ответ. Я хочу видеть. Славу Твою. Я хочу видеть восстановление утраченных стандартов. Я хочу видеть переполненные церкви. Славою Твоею. И милостью Твоей. Я хочу видеть христианское правительство. За которым мне не было бы стыдно. Которое бы защищали на самом высоком уровне стандарты Царства Божьего. Я хочу жить в той стране. Где мерой всех ценностей. Является человек. Где не человек для государства. А где государство для человека. Ты скажешь, это нереально. Я верю моему Богу. Который грядет. И его шаги уже слышны. И мое сердце. Оно сегодня трепещет. В присутствии великого и живого Бога. Он ищет тех неравнодушных людей. Которые молятся. И которые верят. Что поражение в стране может остановиться. Что Бог умилостивится над этой землей. И исцелит эту землю. Молитва. Это великолепное. Сильное священодействие. Но как сказал один мудрый человек. Если наши эмоции. Какими бы они не были положительными. Не превратятся в решение. В систему смелых решений. Эмоции останутся эмоцией. И для того, чтобы в том Иерусалиме. Прекратилось поражение. Остановились эти похоронные процессы. Пришел пророк. И сказал Давиду. Ты хочешь все поменять. Да. Ты молишься об этом. Да. Я знаю, что есть такие вещи в жизни. Которые останавливают смерть. И это жертва. Он взял этот жертвенник. Построил его. И ангел-губитель. Который шел в город. Дойдя до жертвенника. Ангел с обнаженным мечом. Чтобы губить. Чтобы губить. 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 Вдруг услышал с неба. Это слово. Остановись. Я не хочу. Я не хочу этого. Это жертва. Возврати меч свой в ножны. И возвращайся назад. Бог умилостивился. Когда увидел жертвенника. Когда иеродзи алтарь. Бог ангелу сказал. Диос ангелам теится. Возвращайся назад. Когда увидел жертву. Когда иеродзи алтарь. Милость Божья пришла. Диева жалстива. Когда Бог увидел жертву. Когда Диос иеродзи алтарь. Я знаю, что поражение. Я знаю, что поражение. Прямо или косвенно касается многих из нас. Кто-то до сих пор борется с болезнью. Кто-то никак не может промолить своего неспасенного мужа. По непонятным причинам. Безплодия. Кто-то умирает. Кто-то уходит в мир. И давайте сделаем сейчас жертвенник. И соорудил Давид. Этот жертвенник. Шо алтарь. Вы знаете, если бы считать деньги. И спрашивать у денег. То можно было бы не проводить такие. Конференции. Можно было много чего не делать. Но поймите, за все отвечает серебро. Даже вот за такие вот мероприятия. И мы говорим даже сегодня не о расчетах. И не о счетах. Которые тоже надо оплачивать. Мы говорим о духовных принципах. Я хочу, чтобы Бог умилостивился на моей земле. И чтобы остановилось поражение. Давайте закроем глаза. Давайте проверим свое сердце. Давайте проверим, что сегодня нас беспокоит. Пусть умилостивится наш Господь. Над нашей землей. И пусть прекратится поражение. И смерть остановилась. И смерть остановилась. Там, где был жертвенник. Тур, куда был алтарь. Наш жертвенник остановит смерть. Остановит поражение. Я хочу, чтобы поражение всякого вида утонченное или грубое в моей ли судьбе. В судьбе ли моих детей. В судьбе ли моей церкви. В судьбе ли моего города. Я хочу видеть славу моего Господа. Я хочу видеть, как Сатана упал с меня. И как он разбился о скалы. Я хочу видеть величие моего Господа. И я хочу жертвовать. Сорудить эту жертву. У меня есть большое желание вложить в эту жертву 100 латов. Если здесь есть люди, которые, сараизмерив свои нужды перед Богом и сформулировав эквивалент своей веры, пожертвовать, и ты находишь, что ты можешь сейчас пожертвовать и в этот алтарь и в этот жертвенник вложить эту сумму выходи с ума и подумали над шейтон из лукши. Чтобы Бог прекратил и остановил поражение. Если ты можешь пожертвовать, присоединяйся ко мне. Выходи сюда. Я чувствую присутствие Божьего. И я знаю, что мой Бог Он не лжет. Мой Бог смелости виться. Он обжалился. Вы можете пожертвовать и оставаться. Я хочу помолиться за вас. Тот, кто верит великому Богу, кто неравнодушен в своей земле к тому, что здесь происходит. Мы так привыкли к манифестации проклятия, когда умирают, когда болеют, когда отступают. Но Бог хочет эту привычную манифестацию проклятия поменять на непривычную манифестацию манифестацию благословения. Пожалуйста, закройте глаза. Не смотрите друг на друга. Не скатайте, не скатайте, не скатайте. Я взываю к тем, кто это может. Пожалуйста, если кто-то еще может пожертвовать. Сто латов. Давайте заложим эти фундаментальные блоки этого большого жертвенника. Господь, я благодарю тебя за то, что ты на этом месте. Я благодарю тебя за этих неравнодушных людей, которые верят тебе, которые не хотят поражения, которые хотят, чтобы ангелы губители вернулись назад. Я благодарю тебя и прошу тебя да явится милость твоя над этой землей, да остановится прокляция и поражение и да смилостивится Господь над твоей землей и на твоей семье и на твоем бизнесе да явится слава Божья и милость Божья над твоей землей и над твоей семьей и да остановится всякое поражение и да остановится всякое поражение и ангелы губители да уйдут назад. Глорио Мэнджиэ, Грэм Анджелэя, о, смилостивился Господь от этой страны благодарю тебя, Господь. Твоя силу и твоя могущественная помазанная тесница та будет простерта над тем, кто доверяет тебе. Благодарю тебя и прошу тебя пусть всякое поражение закончится. Пусть милость Божья прольется и да расцветет эта земля еще больше. Я благодарю тебя за эту женщину да прекратится поражение да прекратится смерть да прекратятся слезы да прекратятся слезы прострите руки молитесь, друзьям пусть прекратится поражение потому что люди устают от скорби потому что люди устают от одиночества да остановится поражение да остановится болезнь да остановятся угрозы и ангелы-губители да возвратятся назад ты увидишь сатану падшего с неба где будет власть наступать на вражью силу ты будешь видеть величие Господа Дух Святой ты Дух Утешитель ты Дух Утешитель я благодарю тебя и пусть милость твоя будет и над этой землей да прекратится поражение ты увидишь сатану падшего с неба и у тебя будет власть наступать на всю вражью силу ангелы-губители вернутся назад во имя Иисус Джейзис Варда милость Божья и рука Господня над тобой рука его не сократится чтобы спасать и ухай вонят тяжелее чтобы слышать он на твоей стороне Ты будешь радоваться. И даже если ты разучил, смираться. Колес радости. Будет слышать, живище праздновать. Наполни драгоценные дуги святые. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Паражение прекратилось. В имя Иисуса. Если ты можешь пожертвовать 50 латов. Возьми, пожалуйста, эти деньги. Принеси положено этот жертвенник. И соорудил Давид. Жертвенник. И Бог увидел это. И принес все сожжения и мирные жертвы. И умело стивился Господь над страной. Если ты можешь 50 латов пожертвовать. Это будет означать. Печать твоей веры. Уровень твоих возможностей. Я приглашаю. Пожалуйста, жертву. Я буду молиться за тебя. И я буду молиться за тебя. Закройте все глаза. Проверьте свое сердце. Парбалдеть сову сердце. Боже, мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим видеть могущество Твое. Пусть поражение прекратится. Все закрыли глаза. Все закрыли глаза. Если в Твоем доме нет поражения, это к тебе не относится. Если все в шоколаде, это к тебе не относится. Но если ты устал от манифестации проклятия. От манифестации одиночества, болезни. Это Твое время. Дух Святой, благодарю тебя за то, что ты на этом месте. Прострите руки святые, чтущие Господа. Они усилятся. И я пророчествую. Господь тебя усилит. Ты увидишь мудрость. Ты увидишь новые возможности, которых раньше не было. И поражение прекратится. И поражение прекратится. И все враги, они будут положены в подножие ног Твоей. Ввиду врагов. Господь накроет тебе трапезу. И так, кто смеет. И так, кто смеет. И так, кто оскарбляет. Увидит, как Бог любит тебя. И как Бог чтит тебя. И как Девы годят твое. Куда почитает его. Драгаценный дух. Уз поражение прекратится. Пусть прекратится поражение. Манифестация силы. Манифестация Божьей славы. Я благодарю тебе. Я благословляю Вадиме Иисуса. И умилостивился Господь. И помиловал. И поражение прекратилось. И я пророчистую тебе. И поражение прекратилось. И расцветит твоя земля. Потому что над ней встает солнце правду. Исцеление в лучах его. Исцеление в лучах его. Ирина старいう. Исцеление в лучах его. Иисцеление в лучах его. Иисцеление в лучах его. Иисцеление в лучах его. И � Promise. И ты понимаешь, что это. Иисцеление в лучах Его. Это священное действие Возле жертвенника остановилась смерть Возле жертвенника остановился ангел-губитель Пожалуйста, принеси свой кирпич Свой камень в этот жертвенник И пусть Бог явит милость Оставайтесь, я помолюсь на вас И поражение прекратится Подними руки И говори, да придет царствие твое И пусть царствие твое Разрушит царствие дьявола И пусть правда Божья Разоплачет всякий обман дьявола Поражение прекратится И да прекратится поражение И ангелы-губители Вернутся назад И да прекратится поражение И да поразит Господь врагов твоих И да положит их под нож и ног твоих И ввиду врагов Да накроет трапезу И поражение прекратится И милость Божья прольется над тобою Милость над тобою Во имя Иисуса Да прекратится поражение Бог успокоит и утешит Ты будешь радоваться Ты будешь веселиться Депресия уйдет Увидишь великую радость И прекратится поражение И милость Божья Наполнит твою землю И прекратилась поражение Во имя Иисуса Церковь Простри руки и молись на языках Благословляй тех, кто верит Ему Исцеление Исцеление В лучах Его Для твоей земли Исцеление в лучах Его Для твоей семьи Исцеление в лучах Его Для твоего дома Для твоей земли Поражение прекратилось Исцеление Я благодарю тебя, дорогая Духсвит, я благодарю тебя, что я не могу, а ты умилас цивилиз, Господи, и прекратил из поражения, ты будешь видеть славу, Боже, на полне Духсвит. Пусть, Господь, привычная манифестация проклятия закончится, и пусть начнется манифестация славы во имя Иисуса Христа, на полне Духсвит. Я благодарю тебя за тех, кто доверяет тебе, я пророчествую, и поражение прекратилось, ты будешь видеть новые возможности, и враги, опустошители удалятся, а сыновья твои возвращаются к тебе. Я благодарю тебя, дорогая Духсвит, я благодарю тебя, дорогая Духсвит, будущее и надежда в Его руках, Господь говорит, только я знаю намерение вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Пастор, помогите мне молиться за людей, пройдите сюда, возлагайте руки и пророчествуйте. Поражение прекратится, смерть споткнется об этот жертвенник, болезни прекратятся, слава Божья наполни тебя. Паражение прекратится, благодарю тебя. Благодарю тебя, дорогая Духсвит, Габа Божьи на твои слезы, болезнь уйдет, славы бозумие и поражение прекратится, и ангелы-купители уйдут. Потому что Бог на твоей стороне, во имя Иисуса. Приди, Дух Святой. Писание говорит, не приходи в присутствие Божье с пустыми руками. И теперь, друзья, давайте, кто какую жертву определил, это время для остальных пожертвований. Вы можете выходить, жертвовать и благодарить Господа за Его милость, за Его любовь, за то, что над Твоей землей, над Твоей страной прекратится поражение, закончится проклятие, закончится преждевременная смерть, закончится отступничество, извращение, Дух Святой, Ты видишь эти реки людей. Господь, Ты видишь этих верующих, которые доверяют Тебе. Пусть прекратится поражение. Я прошу Тебя, пусть милость Твоя, пусть милость Твоя, будет над каждым из них, пусть милость Божья, пусть милость Божья, наполнит каждого человека, во имя Иисуса, благословение, благословение, милость Божья, решение проблем, и увидел Господь жертвенник, и сказал ангелу-губителю, верни свой меч, и возвращайся назад, там, где жертва, там останавливается смерть, там останавливается проклятие, не просто жертвы, благодари, скажи Бог, спасибо Тебе за милость, спасибо, что поражение прекратилось, Твоя любовь, Твоя милость, Аллелуя, на этом месте, в присутствии Святого Бога, Он великий и всемогущий, Он обнимает тебя, Он прощает тебя, Он милует тебя, Он жалует тебе, мы в присутствии Святого Бога, мы в присутствии Святого Бога, почтим Его присутствие, как он уже пожертвовал, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уходят, исцеляют, освобождают, снимают всякое проклятие во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем полную победу во имя Иисуса. Сила Божья на этом месте, могущество на этом месте. Бог мой, пусть огонь с неба сойдет и пожрет все эти нужды во имя Иисуса Христа. И пусть замены сольется благословение во имя Иисуса. Father, in the name of Jesus, we thank you right now for your promises that are coming to light. We speak healing, we speak deliverance, we speak the power of your presence to overwhelm every request that's here. It does not matter what it is. Your authority and your might is released now in the name of Jesus. In the name of Jesus, we speak healing. In the name of Jesus, we speak deliverance. In the name of Jesus, we speak blessing and prosperity. We speak anointing of the Holy Ghost that lifts burdens, that destroys yokes, that sets the captives free. We break strongholds in the name of Jesus. We speak strongholds of drug addiction, of alcoholism, of religion. In the name of Jesus, we speak the power, the authority of the word of God to be released right now. Right now, right now, right now, in the mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, we pray for the blood of God to be released right now. We pray for the Lord to eat each other and now, we pray for the Lord to be released right now. Да придет освобождение, да придет восстановление, да придет спасение, да придет созидание в семьях, отношениях во имя Иисуса, да будет исцеление в земле, да будет исцеление в семьях, в обществе, да придет благословение на каждую нужду, на каждую семью, на каждое сердце, на церкви, на города во имя Иисуса Христа. Всякая нужда будет восполнена на основании жертвы Сына Божьего по велению Иисуса Христа. Именем Иисуса, соответственно, обетованием Твоим по воле Бога Всемогущего. Исполни Твое обетование, что Ты сказал, и соверши, ибо совершилось на Голгофе. И мы принимаем то, что совершено Тобой. Иисус, дабудьте это радостью благословения, для всех нуждающихся по имени Иисуса Христа. Аллилуйя! Та, с Тава патайкос, ты живешь Диву, ты редс, катру человеку, катру ваидзиму, катру ситуации, ману, Скунгс. Мэс Тава патайкос, Яисус, пар Тава упури, Кас ер петекош Диву. Мэс Тава патайкос, Кунгс, а сломи ер дзеленат Диву, Кау ваидзима, Кунгс. Тыhonprot corresponding истеком, Каури б dikkуг, Каури будь,�ги с 아�елañ с Тавс. Яисус Мэс Тава патайкос, Сеügen Тава патайкос, Каури с disguт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...